Турниры по World of Tanks У каждой киберспортивной игры свои особенности. Надо по-разному относиться к каждой. World of Tanks выделяется тем, что здесь команда состоит из семи игроков. Сталкер ушел от Элла. Сприфайером нужно. Сприфайером сбил. Сталкер сбил. Хорош, хорош. Сталкер сбил. Захват базы. Есть. Я никогда не играл в игре, как в World of Tanks. Это очень разнообразно от любого другого эспорта. Ваншот на ваншот. Кто кого? Повыл еще в Элд. Элд! Это огромная выдержка, куча тренировок и моральная подготовка к играм. Салт минус Потамако. Отлично. Мириториус следующий. Мириториуса. Нет, забирают Ватчера. Ватчера. Хорошо. Неплохо отрабатывают. У Кэпитана проблемы. Кэпитан в ангар может уйти. Мириториус должен сделать минус. Забирают Першинга. Кэпитан уходит обратно. Узбел. Мириториус. Уходит. Ты лучший из лучших в мире эспортных чемпионов. Спасибо большое. История танкового киберспорта берет свое начало еще в 2010 году. Все начиналось с любительских турниров, победители которых получали игровое золото. С тех пор многое изменилось. В 2011 появился формат 7.42, который стал основным на сегодняшний день. В формате 7 на 7 игроков на карте довольно много. Это дает возможность использовать разные, разнообразные стратегии. И удовольствия от игры тоже больше, ведь каждый игрок вносит в нее свой неповторимый вклад. Команды выходят в бой в составе из семи человек. Каждая боевая машина стоит определенное количество очков, равное уровню этой машины. При этом разрешено брать танки до восьмого уровня включительно. Ис-3, например, стоит восемь. Общая сумма очков команды не должна превышать сорока двух. Общепринятым на сегодня является состав из пяти танков восьмого уровня и двух первого. Отличия от других игр есть и в игровом процессе, и в его сложности. Танки — не стратегия в реальном времени с дерганым ритмом. И не игра, где скорость твоей реакции определяет твое мастерство. В танках командная стратегия и координация — основа всего. Формат быстро набирал популярность. Разработчики оценили большой интерес к нему со стороны игроков, и в 2012 году создали департамент киберспорта. В том же году были проведены первые международные соревнования. Ну а главным событием стал дебют World of Tanks на самом масштабном игровом форуме — World Cyber Games. Я работаю в киберспорте уже почти четыре года, и работал как за сценой, так и на сцене в качестве ведущего и комментатора. Впервые встретил World of Tanks в 2012 году, когда комментировал гранд-финал World Cyber Games в Куньшане, в Китае. Тогда же я познакомился со многими командами и игроками, которые выступают на турнирах и по сей день. 2013 год стал знаковым. Было принято решение организовать глобальную лигу World of Tanks. Турнир стал самым масштабным за всю историю игры. За год в Лиге Wargaming в трёх сезонах приняли участие более 40 тысяч команд со всех уголков мира. Соревнования проходили на шести кластерах — русском, европейском, североамериканском, китайском, корейском и азиатском. Призовой фонд составил 2,5 миллиона долларов, а общий объём инвестиций — 8 миллионов. Но главным мотиватором для команд было, конечно же, участие в итоговом турнире года — гранд-финале. Турнир проходил с 4 по 6 апреля в Варшаве. Думаю, что причина выбора Польши в качестве места проведения гранд-финала была очень простой. В Польше у игры огромное число поклонников, и народ здесь просто невероятный. Лучшие коллективы со всего мира приехали в польскую столицу с одной целью — сразиться за звание абсолютного чемпиона World of Tanks. Даже только расселение семи игроков, организация компьютеров и перелётов — уже довольно серьёзный вызов. Вроде мелочь, но разница, например, с пятью игроками существенная. Вызов бросает и сама игра. Когда бой начинается, всё происходит очень быстро. Игрокам были предоставлены идеальные условия. Все расходы на дорогу и проживание взяли на себя организаторы соревнований. Танкисты были лишены бытовых проблем и могли полностью сконцентрироваться на результате. Подобные мероприятия всегда очень серьёзное дело и требуют большого количества самых разных специалистов. Чтобы всё работало безупречно, здесь трудились и трудятся порядка трёхсот человек. К слову, разместили игроков в пяти минутах ходьбы от места проведения соревнований. Сам турнир проходил в центре польской столицы, в торгово-развлекательном центре «Золотые террасы». Чтобы обеспечить отличные условия для зрителей, на несколько дней был арендован целый кинотеатр. Очень непросто работать с этим конкретным кинотеатром. Кинозал не был рассчитан на проведение подобных мероприятий. Поэтому возникла целая куча мелких трудностей. Начиная с того, что тут нет нормальных зон разгрузки для больших грузовиков. Прямые трансляции финальных игр велись сразу на шести языках. И всё это для того, чтобы болельщики каждого из регионов получили максимум удовольствия от игры любимых команд. Нам нравится смотреть спорт по телевизору. Нравится наблюдать за нашими любимыми игроками, как они ведут себя на интервью, что они говорят. Иногда у нас есть любимые рекламные видеоролики с их участием. И для меня это важный человеческий фактор, когда мы, публика, можем ощутить свою связь с кем-то. Я никогда профессионально не занимался баскетболом или бейсболом, но я могу сопереживать спортсменам, когда они рассказывают о себе. Могу болеть за них, когда знаю, кто они такие. Понимать, сопереживать тем, за кого ты болеешь, я считаю это очень важно. Призовой фонд гранд-финала составил 300 тысяч долларов, больше ста из которых забрали себе победители. Но обо всём по порядку. На финальный турнир приехали 14 коллективов. По два лучших от каждого региона. Я чувствую себя очень хорошо. Я радуюсь. И, надеюсь, я надеюсь, что я сделаю хорошо. Эмоции отлично. Перелёт был качественным, лёгким, простым. Очень агрессивный. Будем сражаться, показывать интересные матчи, бои. И вообще порадуемся. Прибыль на гранд-финал, всё хорошо. Полёт прошёл неплохо. Будем побеждать. А также пара команд, которые получили специальные приглашения от организаторов. Имя стали вице-чемпионы ВЦГ 2013, немцы из ВУСА и одна из лучших команд Западной Европы — поляки из Леймингтрейн. Мы тренировали довольно много. Больше, чем обычно. И мы также играли довольно много против команды. Мы в Польше, поэтому мы пытаемся бросить их в голову. Мы не будем очень хорошим командом для наших врагов. Поэтому мы просто хотим победить. Соревнования проходили в два этапа. Сначала в борьбу вступили приглашённые команды, а также вторые места региональных лиг. Восемь команд были разделены на две группы и играли по системе Double Elimination. Мы будем использовать систему Double Elimination, прежде всего, для и ради справедливости. Сильные команды, которые попадут на таких же сильных, кто-то из них вылетит. И мы бы не хотели, чтобы так происходило. Поэтому у них будет второй шанс. В целом эта система очень похожа на обычный футбольный плей-офф. Но есть одно существенное отличие. В футболе проигравшая команда сразу вылетает. А при Double Elimination у каждого коллектива есть второй шанс. Более слабые команды имеют, на самом деле, хорошую возможность сыграть и с разными регионами, и сыграть большие игры. Каждый матч гранд-финала состоял из нескольких боёв. За победу в бою команде начислялся балл. В случае ничейного исхода по баллу получали обе команды. Конечно же, всё это делается ради и для зрителей. Чтобы были активные бои, чтобы было настоящее бодрое танковое рубило. Победителем матча становился тот, кто раньше набирал два очка. Если оба противника набирали заветный второй балл одновременно, то назначался дополнительный раунд — штурм на песчаной реке. В принципе, не так уж и плохо, хотя для команд это серьёзное испытание. Во второй этап выходили лишь победители групп. К ним присоединялись чемпионы шести регионов. Восьмёрка финалистов играла всё по той же системе Double Elimination. Борьба в каждом матче шла уже до трёх очков. Но к этому мы ещё вернёмся. А пока о первом игровом дне. Дорогие танкисты, всем доброго дня! В общем, мы живы, всё хорошо, мы здесь. Но давайте переключимся на сцену, как говорится, go to stage. Он не может спать, он не может спать достаточно? Аппуэлл был найден. Ниас Презорни его найдет. Один человек сейчас стоит, он просто позитивный. И, вернее, он убил Лемминтрейн. Мы победили. Мы очень рады. Мы рады, что команда была с нами. И потому что мы тоже победили. Было легче для нас. Но они получили последний удар, на последний секунд, чтобы победить. И я чувствовал, что это был огромный момент. Пока три секунды есть преимущество по захвату, но... Сводится, сводится! Сводится, сводится! Ну же, ну же, три секунды давай! Мимо! Мы просто потеряли тейбрейкер против Synergy. Одна вещь, конечно, это просто плохая. Следующая борьба будет «You are Dead» против «Red Rush Unity» И то, что там у них внутри, это просто пожар. Я говорил, что горела жара. Я считаю, что нам помогла огромная выдержка, куча тренировок и очень хорошая моральная подготовка к турниру. Встреча с победителем. И я просто рад, что этот иван здесь. Это невероятно. Это невероятно. 5 секунд! 4! С префаером нужно! С префаером сбил! Сталкер сбил! Хорош, хорош! Сталкер сбил захват базы! Есть! Ваншот на ваншот! Ну, кого? Кто кого? Повыл еще ППР! О! Ваншот на ваншот! Ваншот! Эмоции, конечно, на дне. Мы очень разочарованы своими результатами потому, что планировали минимум выйти в полуфинал. Мы сейчас празднуем. Сегодня мы думаем о чем делать против «Red Rush», против «Navi», возможно. Это время, чтобы наш команда показала силу для мира. Артидот по Кэнди, отлично, отлично, успели они выехали, забрали танки, минус еще один танк вдвоем, Арти Ворлд из Сихопапа, Арти Ворлд, 80 кп. Тут без шансов, поздравляем команду RedRush Unity, неудачный выезд, они проходят в плей-офф. Просто когда ты считаешься фаворитом, играть куда сложнее, когда ты считаешься офсайдером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Gentlemen, hell of a day one so far for the World of Tanks Global Grand Finals, any closing words from day one? Like the Group A, it was a brilliant game, and LTR has been building up the momentum, and I'm really waiting to see how far it will bring them. Unity didn't look that strong, but we still see how well they stop up tomorrow. I think they're going to get their heads in the right position, I think they're going to be great tomorrow. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I have to say, we are stunned, we are honored, and unbelievable happy that so many players come to join the best teams in the world to celebrate and have a good time. Итак, второй день Гранд Финала, лучшие танковые коллективы готовы сегодня включаться в борьбу, настроены Na'Vi, настроены были с утра Virtus.pro. Ждем, ждем, ждем Гранд Финале, как по традиции, с лузеров Na'Vi. Я думал, у нас отличные шансы выиграть турнир. Я думаю, что у нас нет людей, которые мы очень боялись, я думаю, что никто не хочет, чтобы начать на Na'Vi, но мы у нас очень хорошая степь, мы счастливы с тем, как мы живем. И мы просто интересны в игре, в том числе, как мы можем, чтобы мы можем. Невер получает дважды на гуслени, спустит его, получает тут еще и он... Шансы просто забирают Невер, сейчас Ногатрон будет набрасывать с фланга. Да все, совет заряжает, вместе с Ногатроном они не оставляют шансов малейших. Мы здесь, как часть Гранд Финала, World of Tanks, и мы счастливы, чтобы участвовать в этом турнире. Люцик выехал, два прострела от Брэкнека и Джаскоза, Промахи, Промахи еще прострелы. Брэлайт на 780, драка понеслось, понесло, Джас получает, получает Арти. Практики всегда есть, но все зависит, с кем ты играешь и какая ситуация в игре. Ты можешь победить или не можешь победить, если ты фаворит, то ты играешь аккуратно. Люцик на хаду, получает от Бишопа, все, Бишоп может забирать Люцика и Virtus.pro могут выиграть эту встречу. Да там должен падать даже Брэкнек на помощь. Что сказать, проиграли, допустили, немного ошибок. Мы чувствуем, что готовы для Гранд Финала, но мы не уверены, если мы сможем победить, но мы попробуем нашу лучшую. Все понятно, победили Лемингтрейнс, там парень не успеет, все, есть минус, все, некому сбивать захват, некому сбивать захват, ГГ, БП, давай, до свидания. Мы должны победить, поэтому мы сделаем это, с тобой мы можем сделать все. Мы будем играть против Natus Vincere, один из самых лучших и спортсменов в World of Tanks. Мы подготовили много для этого турнира, Лемингтрейнс – не плохая команда, и мы готовы победить. Мериториус получает дважды, минус ваншотный, минус 32. Отличный выставит поверслайды, и Батчер, Батчер получают урон. 40 кп у Батчера, сотка сейчас уйдет, Л еще ваншотный, непозорный, уже двушотный. Ну все, Потамака там только самый фуловый, есть минус, сотка, ну что, 1-0, а тут уже не выжить. Вот это такая игра Navi, когда они по чуть-чуть, постепенно идут вперед, вперед, вперед. Вантягу! Будем надеяться, что у Fnatic есть план по борьбе с одной из самых сильных команд в World of Tanks. Он есть в первой и девяностях, молодой. Куга Максимус идет на А7, действительно, он сейчас пойдет выжимать. Могут еще, в принципе, но теряют кпс здесь в драке, конечно, не получается. Прокинает ваншотный, ваншотный и Ногатрон, и уже минус. Слишком много соток, слишком много соток. Конечно, мы думаем, что мы можем победить, потому что мы в финале победителя. Но Navi и Red Rush Unity все еще очень сильные команды, поэтому это будет тяжело для нас. Не позорный! Забрали все! Потамака забрал Deodor, все нормально! Все нормально для Unity! Дериториус один здесь не смог! Мы сказали, что мы потерялись, но вчера мы показали хорошие игры, и сегодня мы также показали что-то интересное. Так что это просто для всех, кто был здесь и для эспорта. Команда из США, это будет просто невероятно! Могатрона заберут! Зачем? Попадает на ходу! Какой красивый выстрел был! Бэтмен! Бэтмен! Какая часть финансов – это просто極 небеса и огромный вечер! Мы работаем к этому уже через полгода, и мы уже не могли бы больше всего, чтобы мы его встретились, и мы смогли даже сделать первый в спреции из нашей страны. Так что мы вообще счастливы здесь. Немножко. Немножко буду радовать! Матвейт! Немножко убивает Немножко! Требет! Захват Бэтмен! Бэтмен! Филиппинцы! Что вы делаете?! Филаппинцы выигрывают третью! Батман 3-2! Они выбивают их! Они выбили их! Батман! Смог! Я просто оставлю сейчас. Все, что я хочу сделать, это играть танкс. Мы играем лучшие эспорты здесь! Вообще, что это? Да! Батман? Да, да, да! Еще раз! Мы получили. Мы просто взяли вместе и победили. Мы очень рады сейчас. Америка вышла. Северо-Азия вышла. И, как они получили четвертый участок, что их следующий участок, завтра, будет Red Rush Unity. В любом случае, я еще не уверен, как это будет. Мы победим! Это все! Это все! РНГ! Мы победим! Я очень рад, чтобы ждать завтра, чтобы увидеть все остальные игры. Очень хорошие турниры, поэтому я очень рад, чтобы ждать завтра. Я думаю, что мы увидим лучшие. Всего четыре игры завтра. Самые интересные, самые сочные. Три команды представляющие. Наш кластер и супер-друзья! Супер-друзья! Ну вот, еще раз, ребят, вам здравствуйте. Наконец-то нас также показали. Мы готовы. Идите за чаем, зовите друзей, включайте на плазму. Это будет фантастический день. Я думаю, что мы увидим какие-то реальные игры. И мы попробуем показать новое. Мы их уничтожили! Страйк сгорел! Страйк сгорел! Горел! Т1! ХП победили! Т1! Там смог ему очень много показать! Инспарер! Т1 спалил страйк! Сколько инспарера ХП! Невероятно! Это фантастика! Виртус ПРО! Нави в нижней части сетки! Настрой в порядке, разберем ошибки и маленько успокоимся. Ну, честно говоря, какие-то смешанные эмоции. Потому что очень много подарков с одной и с другой стороны. И сумбурный матч пока еще не осознал до конца, что это было. Я не могу сказать, что мы идем в первом, втором, третьем или четвертом. Но ничего не возможно здесь. И я надеюсь, что карьеры ПВП «Суперфренд» продолжаются в Северо-Азии. Рейн-Чен. Хорошо, так как на ходу стреляет! И рикошет был! На автоприцеле просто! Люцика можно попытаться забрать. Прострел есть! Ну, кто раньше? Люцик раньше, да! Оооо! Нам не повезло! 35 кп у Люцика! Почти! Я хочу благодарить моему команду. Они очень хороши. Я хочу благодарить народу. Все кто-то чирил за нас. И, возможно, мы сможем сделать лучше в следующем турнире. В следующий раз, возможно, Бэтмен с командой будет уже намного сильнее. И они отомстят RedRush Unity. Осталось две игры. Все лишь две игры. Virtus.pro, Na'Vi, RedRush Unity. Сейчас мы узнаем, кто как, какое место займет и чем все закончится. Ну что ж, друзья, все-таки все готово к началу боя. Надеюсь, вы тоже готовы. Друзья и джентльмены, это как вы играете в World of Tanks. Особенно, когда у вас много огня. Поверслайд! Поверслайд! Блок! Блок! Да, да! Не пустил! Почти! Почти повернулся. Третий медленный. Поверслайд творит чудо. И этот игрок, по идее, спасает сейчас ситуацию для своей команды. Догнать левшу и убить его можно. Он завернул! Нет, он завернул! Завернул! 1-1, ничья! Ничья и счет общий станет 2-1 в пользу команды Na'Vi. Поверслайд! 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 Первый бой гранд-финала. Это может быть драка на горе. Между делом, есть такой процентик. Ну, на рудниках, в первую очередь, в Virtus.pro использовали какой-то очень странный сетап. Я так подозреваю, что, так как они имели преимущество в одно очко, они хотели сыграть от дефа. И в лед на центр. В лед на центр. И в лед на центр. То, что и было, опять же, между тебями ребятами не так давно. Через несколько минут, когда мы поняли расстановку противника, мы заняли центр. Дальше гоним! Гоним! Стопнул его! Займите сверху! Сверху! Хорош! Эклипс гол! Назад липсёд! Хорош! Не спеши! Два тридцать вторых! Толкуйте! Вот так хватит тебе! Все! Нормально! Ну, в общем, там для Virtus.pro все очень плохо было. У нас был действительно очень тяжелый сетап, и мы действительно без препятствий потихоньку продавили на центре их. Все по плану Na'Vi пошло! Все по плану! Все хорошо! Сравняли счет! Энс был совершенно классической расстановкой, мы заняли совершенно свою стандартную расстановку в городе. Это была не дефовая, не защитная, это был дефолт. Разъезд Na'Vi, посмотри, они после всего, что было, поменяли свой разъезд. Они стали намного аккуратнее. После этого мы быстро заняли город. Все, давайте, собрано, собрано, парни, попадаем и убиваем. Просто делаем 2-0 и спокойно играем до конца. Собственно, все из Na'Vi пошли сейчас в атаку. Они знают, что Virtus.pro переехали. Моментально принятие решения. Засветов не было. И в минуту 40 мы стали на захват в 2-1 и 50-100. Поехали, поехали. Повырославль выезжает на закрытие. Он будет закрывать Т-1 своим трупом. Тут же Deluxe Eclipse. Захват базы пошел. Левша и Esparer выезжают. Где остальные танки? Где? Назад, Левша. Левша, живи, Левша, живи, Левша. В углу танк. Просто выживи. Все, давайте, подавлю. В углу танк без трех. Ты первый убиваем. Ты первый. Страйк! Я в атаку, в атаку! В атаке! Страйк срочно в атаку, страйк срочно. Стань параллельно мне. Живи, живи, Левша, живи, живи. Цены? Цены. Половый 50-100. Все, выживаем. Выживаем сотками. Тройка в 7 живет. Не получилось. Выживай, Кирилл. Живи, Кирилл. Первый уедь. Это первый уедь. Трайк живи просто. Трайк убегай, да. Кирилл, уедь. Да не, он не уедет. Ну, зря ты поехал туда, Кирилл. Ну, блин, мы говорим, шо, блин. Ну, ты зря поехал. Эклипс, просто уйдей, эклипс. Виляй, живи. Оттянули, и в конце страйка он засейвился. И по истечению времени это стало ничьей. 20 секунд, мы должны успеть. Главное, не сгори. А ты можешь вот за эту... Вот справа там дом. Лучше даже вперед, да, из-за цели? На каток сможете. Да, все. Все, все. Четыре. Нет, нет, все нормально. Но страйк, страйк выживает. В Прохоровке мы использовали три средних танка и два МХ 13-90. Никак провести атаку мы не могли вообще. Поэтому мы простояли весь бой. Теперь будет вопрос. Будем ли мы следующий бой смотреть за дракой? Либо мы следующий бой постоим, но потом будет. Там ничего не оставалось, кроме как дефить эту карту. Потому что реально никак атаку без информации там не сделать. Вот это деф-бутылки будет. Это два гора. ТВП и Нави. Вот стандартная формация, где они ждут возле ЖД. Опять же, по истечению времени нашим двум танкам удалось убежать. И это стало ничьей. Живем, живем. Лиша уйти. Не могу. Надо выживать. Мы живем, окей. Инспир. Уезжаем. 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 Страйк уедет. Страйк уедет. И убивает охват. Трайк ушел. ВП могли только что закончить. Закончить, если бы пошли бы раньше. Фессионная река впервые играется в формате 7-42. Тем более на таком серьезном турнире. Естественно, мы понимали, что наверняка будем на ней играть. И основательно к ней готовились. В защите. В защите будут играть Нави в атаке Virtus.Pro все-таки. И Нави играют в 5-13-90. Они будут атаковать. У них даже есть 2Т1. Это самый быстрый сетап, который только можно взять. И мы активно перемещались по карте. Так. Ну что. Нави понимают, что происходит. Девяностики уходят. Уходят с самого места, где обычно находится база. В какой-то момент мы перевернули карту, отдав свою базу и заняв корону. После этого мы просто динамически подсвечивали и перемещались по карте. И планомерно, перезарядившись, раздавили оставшуюся сопротивника. Врывайтесь. 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 Врывайтесь, сбивайте. Я не успеваю. Парни, врывайтесь просто. Я не смогу сбить. Пока Аня. Все окей. Все окей. Все окей. Все окей, ребят. Стоим. Пауэр хайтер. Отлично. Пауэр хайтер. Набью. Хорош. Хорош. Двое. Три. Давай. Минута полторы. Инфу, инфу, инфу. В КД пульки считайте. Фу просто. Кирилл, живи. Кирилл уедь. За сейвлю. Лайна. Я его сам заберу. На Ави побеждают. На Ави побеждают на гранд финале. Они чемпионы мира, друзья. Они смогли это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...